Тема налогообложений спустя несколько заседаний все еще актуальна. После отмены в Миненке на патент пришли 9 тысяч предпринимателей, это четверть. Но их число вырастет, уверены депутаты. Сегодня они приняли закон, что с 22 года стоимость патента для магазинов розницы будет зависеть от квадратуры. Если раньше мы для тех людей, кто занимался торговодительством, там 150 метров было ограничение для малого бизнеса, и был патент на объект, то сейчас мы вводим метры. То есть раньше как-то, я имею два магазина, один там 100 метров был 50, и я платил одинаковую сумму, но это несправедливо. А теперь мы для мелких магазинов, для всех, кто имеет небольшие магазины на своем сельском местности, вводим дифференции за каждый метр. Льготы на транспортный налог будут начислять автоматически, без заявления и на технику с максимальной суммой налогообложения. Эта мера начнет действовать уже в этом году. Возможно, в 21-м мы увидим и новый вид ограничений для детей. Депутаты предлагают продавать им даже безалкогольные энергетики только после 18 лет. Слишком вреден состав напитка, особенно кофеин, с учетом его нездоровой концентрации в одной банке, при том, что одной, дети редко ограничиваются. 150 – это для взрослых. Для детей 2,5 миллиграмма. То есть вот эту баночку ребенку пить, естественно, нельзя. Доза должна быть в 2-3 раза ниже. Обсуждение этого вопроса затянулось. Звучали мнения о здоровье детей и сомнения в объективности депутатов-предпринимателей, выпускающих эти напитки. Стоит зайти, пообсуждать эту тему на предмет ограничений и разъяснения о превышении, и о чем говорит Александр Федорович сегодня, о превышении, о чрезмерном употреблении. Но вот так вот голословно подойти давайте запретим. То есть, ну мы и так много чего запрещаем. И я уж не говорю про бизнес. Еще раз повторяю, доля безалкогольных тонизирующих напитков в нашей компании занимает менее 1%. Так случится, что ко второму чтению мы придем, что напишем в этот законопроект, что нельзя краску нюхать, бензины и так дальше. Поэтому нам бы тут в маразм не уйти. Надо пригласить огромное количество общественности. А первоочередное все же, я думаю, что это родители должны работать со своими детьми. В первом чтении закон принят, ко второму в парламенте обещали его подробно обсудить. Кроме того, сегодня депутаты утвердили отчет уполномоченного по правам человека Бориса Ларина. В 2020-м главной темой его работы была, конечно, медицина. Вернее, ее ограниченность. В принципе, в крае эти ограничения вводились соразмерно. То есть, ситуации, которые складывались, они не носили никакого дискриминационного характера отношения каких-то категорий лиц. И они соответствовали действующему законодательству. И хотя Ларин назвал 2020 годом беспрецедентных ограничений, обращений к нему было меньше, чем в 2019-м. Тем не менее, общая задача перешла и на этот год – восстановить доступ населения к плановой помощи. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.